Дорогие друзья, это Мелбет, первая лига, третий тур. Саратов-Сиско, Сокол принимает Хабаровский СКА. Очень интересное противостояние. Команда, которая всегда буквально ставит задачу выхода в премьер-лигу, я, разумеется, Хабаровском СКА, приехала в гости, прилетела, разумеется, в гости к дебютанту первой лиги. К дебютанту, который в прошлом туре одержал первую победу. Команда, владение Саратова, ну и мы поехали. Мы поехали, сразу звучат аплодисменты, сразу Хабаровский СКА пытается начать первую атаку. И проводишь здесь первый матч. А это может получиться неплохо, но это разминка для Сугробова. Показывает Владимир, что все, он контролировал. Михаил Мальцев наносил этот удар. По-прежнему недоволен, ну, наконец-то, можно подавать. А это уже разминка для Петра Косаревского. Он на чеку, он забирает мяч, а там, походу, еще и нарушение правил было. А вот так он выкатывает мяч сюда на линию штрафной. Пробивает отсюда Кирилл Никитин, но пробивает очень слабо. И когда команда идет на повышение в классе, вот завершится эта атака. Вот она уже завершается. Так что я могу продолжить свою мысль. Тем более в следующем туре армейцев будет еще один выезд и куда более сложный. В гости к родине отправится СКА. Тут удар Симоняна и выше ворот пролетает мяч. Спасный момент. Да, давайте посмотрим повтор. Здесь Бавин. Скидка назад. Ну и Симонян здесь слева и пробивал. А передачу, кстати, на него делал Бегун. Вы только смотрите, как носится Кожемятин, да? А это удар Ешкова. Ну вот. Сверхярким зрелищем, но может быть сейчас. А это неплохо. Это удар Суграбал. Это Гудков. Подача Гудкова. А там набегает и пробивает Никита Козловский. Поддерживайте команды. Что надо сказать, как может. Бавин здесь перехватывает мяч. Ой, как здорово. Шарль. Шарль врывает сам. Почему же не сам? А к нему мяч возвращается и пробивает Жан выше цели. Ну вот, повтор. Нет здесь офсайда. Ну, Жан, видимо, уже был запрограммирован просто на то, чтобы сделать этот пас чуть назад. Хотя вот видите, перед ним никого. Вот мяч возвращается к его Арицу. Он тут же пробивает. По-честному, требующими вот этих самых факторов второстепенных. А здесь заигрывается, конечно, Рукас. И может получиться 2 в 1 выход у Сокола. Передачу надо забивать. И делают это Саратовцы 1-0. Какая ошибка. Томас Рукас просто соавтор этого гола. А автор его Владлен Бабаев. Снова Владлен Бабаев вызывает просто неописуемый восторг у болельщиков саратовского Сокола. Страх голевой передачи. Да, вот он, Рукас. Вот он ошибается. Да, жестко, но по правилам. Играет Яшков. Выжидает до последнего. И буквально на блюдечке с голубой каемочкой. Выкладывает мяч Владлену Бабаеву. А тот забивает. Ну что ж, скоро все, кто так или иначе имеет отношение к первой ныти. Под оглушительный гул Саратов всех трибун разбегается Симоньян. Выполняет подачу. Пробивает Кожемякин. Но здесь Косаревский. Смотрим повтор. Да, Кожемякин оказался один. И мог Олег забивать свой второй мяч в этом сезоне. Мяч потерял, но тут Савинов был рядом. Саид Алиев. Удар, ну, высоко. Ну, Алиев нападающий, он имеет право. Да, и Дмитрий все-таки выполняет подачу. А там и скидка. Еще одна будет и удар. Да удар, кстати, тоже был только заблокирован. Будет, возможно, еще один. Надо отсюда, наверное, уже бить. Здесь рикошет и угловой. А тот, в свою очередь, сделал голевую передачу на Владлена Бабаева. Вот так вот ждали мы финального штурма от СКА. А идет вперед Сокол на последних минутах. А вот уже резервный арбитр. Ну вот, собственно, и сбывается желание саратовских любителей футбола. Звучит финальный звездок. Сокол. В третьем туре Мэлбет первой лиги со счетом 1-0 переигрывает Хабаровский СКА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...